Аварии, пожары, кражи и другие ЧП. Сейчас расскажу о самых громких происшествиях за минувшие 7 дней. В студии Елизавета Болдрева. Здравствуйте. Как в одни мига можно троих потерять, таких вот таких, детин. Четыре человека погибли в погребе с картопелем. Из-за чего это произошло? Где Федя? Живой, слава богу. На нефтебазе загорелись два бензовоза. Рядом стояли цистерны с горючей смесью. Тайно похищали алкогольную и табачную продукцию. Подростки ограбили 7 магазинов и попались за рулем легковушки. Четыре человека погибли, когда чистили погреб с прошлогодней картошкой. Среди них 16-летний подросток. Наш корреспондент Константин Гришенков выехал на место ЧП и пообщался с родственниками погибших. Как в одни мига можно троих потерять, таких вот таких, детин. Дома плачет мать и бабушка погибших мужчин. В одночасье женщина лишилась троих родных, сына и внуков. Вместе с ними погиб и рабочий. В поселок Магнитка Кусинского района приехали родственники семьи. Среди них брат хозяйки дома. Сначала отец полез туда, хотел почистить погреб, чтобы картошку складывать, допустим, на зиму. Ну, видать, отец там задохнулся, упал, полез там рабочий его с ним, ну, кто работает. Тот тоже упал. Потом сын младший, 16 лет, тоже так же туда. Ну, это все там 10 минут там. Ну, позвонили просто уже по звонку, пришел там, потом сын. Потом жена пришла. Жена сыну позвонила старшему, который в Златоусте живет. Он за 15 минут приехал сюда со Златоуста с другом. И тоже он сразу туда полез доставать. Следом, по словам мужчины, полез друг старшего сына хозяев. Но вовремя понял, что в погребе тяжело дышать. Ноги стали подкашиваться, и тогда он вылез обратно. Слезает туда и падает замертво. Погибшему хозяину дома было 48 лет. Младший сын учился в 10 классе. Старшему через месяц должно было исполниться 25. Когда приехала скорая, молодой человек еще подавал признаки жизни, но спасти его так и не успели. На место ЧП вызвали полицию. По словам родственников погибших, когда страж порядка полез в погреб брать пробу воздуха, ему тоже стало дурно. Следователи уже начали проверку. По имеющейся информации, причиной смерти стало отравление газообразными веществами, появившими при гниении картофеля, при очистке данного общих хранилища. Родственники погибших предполагают, что мужчины могли отравиться метаном. Константин Гришенков, Елизавета Болдырева, Анна Новая, Вячеслав Коровкин, ОТВ. И к другим темам. В Челябинске на шоссе Металлургов трамвай сбил мужчину, но он встал и пошел дальше. И оказался под колесами легковушки. Это кадры с места ЧП. Пешехода сбил вот этот трамвай. В нескольких метрах иномарка, которая наехала на того же мужчину. На дороге лежат ботинки пострадавшего. По словам автоинспекторов, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Сначала попал под трамвай, а потом оказался под колесами легковушки. По данным Горздрава, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сомношными травмами его положили в реанимацию. Трамваем управлял 21-летний молодой человек. За рулем легковушки ехал 25-летний мужчина. По словам автоинспекторов, за этот год под колесами оказалось больше 350 пешеходов. 21 из них погиб. Чтобы быть заметными на дороге в темноте, пешеходам следует носить светоотражатели. На проспекте Победы тоже. В Челябинске грузовик оказался поперек трамвайных путей и переехал женщину. В нашем распоряжении кадры момента ЧП. Это видео сняла камера наблюдения. Видно, как грузовик едет по проспекту Победы. И тут, на улице Тепличная, поворачивает на трамвайные пути. Останавливается прямо на пешеходном переходе. Водитель грузового автомобиля Хова, мужчина 89-го года рождения, совершил наезд на препятствие, перильное ограждение, а также на пешехода, находившегося на трамвайной остановке. Здесь стояла 28-летняя девушка, ждала транспорт, ее забрали в больницу. Сделали операцию. Были задействованы три бригады хирургов и две бригады анестезиологов-реаниматологов. У пострадавшей множественные травмы она в крайне тяжелом состоянии. Добавлю, от удара металлический забор разлетелся. Один пролет оказался на крыше «Жигулей». В тот момент легковушка остановилась, чтобы пропустить пешеходов. Теперь автоинспекторам предстоит выяснить, из-за чего водитель грузовика выехал на трамвайные пути. Житель Чебаркуля угнал автомобиль своего знакомого и устроил погоню. Пытался скрыться от полицейских, но далеко не уехал. Это видео снято на регистратор автоинспекторов. Автомобиль впереди ездит из стороны в сторону, из одной полосы в другую. На требование остановиться водитель не реагирует. Автоинспекторы стреляют по колесам и мужчину, наконец, удается задержать. Вот он на капоте патрульного автомобиля. Пьяный. Он совместно с собственником автомобиля распивал спирные напитки. После чего втайне от хозяина транспортного средства похитил ключи зажигания и совершил угон. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Кроме того, мужчине может грозить наказание за пьяное вождение. За то, что сел за руль, будучи лишенным прав, мужчину уже арестовали на 10 суток. Добавлю, до этого случая он уже был судим. Тем временем автоинспекторы задержали иностранные автобусы. За рулем сидел водитель-бесправник. Внутри 12 человек, в том числе двое детей. Автобус переоборудован, чтобы вместить больше народу. А вот и его водитель. Куда едете-то? Кто водитель? Вы же водитель? Да-да, я водитель. Куда едете-то? В Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург? Да. Кто вас научил переоборудовать автомобиль? Ответа на этот вопрос мужчина так и не нашел. Не было у него и водительских прав. Автоинспекторы оформили протокол и теперь нарушителя ждет наказание. Всех пассажиров иностранцев пересадили в другой автобус, а переоборудованную маршрутку увезли на специальную стоянку. Этот автобус автоинспекторы тоже остановили. По данным ГИБДД, 19 иностранцев ехали в сторону Челябинска. И ни один из них не был пристегнут. Это потому, что ремней в салоне просто не оказалось. Водители обязали устранить нарушение, а пассажиров отвезли в полицию. Один из них оказался нарушителем миграционного законодательства. Два бензовоза вспыхнули на Челябинской нефтебазе. Грузовики загорелись как раз, когда в них заливали топливо. Кроме того, рядом стояли цистерны с горючей смесью. Где Федя? Живой, слава богу! Это видео снято на месте ЧП. Нефтебаза недалеко от Уфимского тракта. Бензовоз полыхает. По данным МЧС, горело два таких автомобиля. Пожарные-то проезжали. Пожарные, МЧС. Все службы были. Горят, был флопок, я не знаю. Дым от полыхающих бензовозов виден издалека. Пострадал водитель одного из них. Мужчину доставили в больницу, но серьезных травм он не получил. Так что его отпустили домой. Вблизи данной наливной станции располагались еще цистерны. Располагался железнодорожный состав, который подлежал дальнейшей разгрузке. Также с топливом. То есть существовала угроза вот этим строением. Автомобили потушили за 20 минут. Пожарные покрыли бензовозы пеной. Это из-за того, что полыхала горючая жидкость. Благо, огонь никуда не перекинулся. Напомню, похожий пожар случился в октябре прошлого года. На нефтебазе в том же районе также горел бензовоз. Его водитель успел выскочить из горящей машины. Тогда огонь также мог перекинуться на баки с топливом, но этого не произошло. А что будет, если вскипятить горючее на плите? Скорее всего, ничего хорошего. Именно по этой причине у жителя Златоуста могла загореться квартира. Тут начали стучать в окна фонариком светить. Эвакуация, эвакуация, пожар. На часах половина десятого вечера все жильцы девятиэтажки вышли на улицу. По их словам, этот переполох устроил один человек. Там квартиросъемщик был, он там учинил пазар. Какой социальный товарищ. Выпивал, да? Да. Либо выпивал, либо наркоман. Он не хозяин. Снимает квартиру. Горела однокомнатная квартира. Когда приехали пожарные, ее жильца застали внутри. Проверка установлена, что на кухне в результате нагревания неизвестной горючей жидкости на плите произошло ее воспламенение с последующим распространением горения. В результате пожара была повреждена бытовая мебель, оконный блок, закопчена внутренняя отделка в данной квартире. Соседние квартиры не пострадали, так что вскоре жильцов запустили домой. Себе когда заходите, окна открываем, проветриваем свои помещения. Понятно? Какую именно горючую жидкость решил вскипятить мужчина, пока выясняется. Благо обошлось без пострадавших. Добавлю, наш собственный источник в правоохранительных органах сообщил, что южноуралец мог варить наркотики. Полицейские задержали еще одного мужчину. Этот челябинец не только хранил, но и продавал наркотики. Разложил запрещенные вещества по тайникам и рассчитывал получить за это деньги. Объясни, получается, ты здесь первую положил и пошел дальше вдоль забора, да? Оттуда я шел, оттуда. А, оттуда наоборот, шел сюда. Здесь, получается, последнюю. Вдоль забора раскладывал, да? Мужчина показывает полицейским, где сделал закладки. Наркотики были спрятаны, пожалуй, не хуже, чем смерть Кащея Бессмертного. Закладку мужчина замаскировал под обычный камень. Дальше нужно размотать изоленту, раскрыть пленку, развернуть пакеты. Только после этого можно достать и запрещенный порошок. Задержан ранее судимый 42-летний житель Челябинской области, у которого при себе полицейскими обнаружено изъято 6 сверков с синтетическим наркотическим веществом, которые он хранил в целью дальнейшего сбыта. Из тайников стражи порядка изъяли еще 17 граммов. На время следствия мужчину уже взяли под стражу. Грозит ему до 20 лет лишения свободы. Тем временем полицейские из Уфы задержали жителя Южного Урала за то, что он организовал нарколабораторию в соседнюю республику. Мужчина приехал, видимо, для того, чтобы сделать закладки с наркотиками. Полицейские выяснили, что 41-летний житель Аши делал закладки на территории Челябинской, Свердловской областей и Республики Башкортостан. У себя в гараже подозреваемый готовил синтетические наркотики. Чтобы закупить нужные ингредиенты для приготовления, покупал поддельные паспорта. В общей сложности стражи порядка изъяли около 50 литров специальной жидкости, 10 килограммов порошка и почти полкилограмма готовой синтетики. Кроме того, в гараже у мужчины нашли охотничье ружье с патронами. На время следствия южноуральцы взяли под стражу. Всего один человек обманул больше 30 россиян. За собственную доверчивость люди с разных уголков России поплатились деньгами. На то, чтобы заработать больше 3 миллионов рублей, у хитрого южноуральца ушло всего два года. Итак, полицейские выяснили, что мужчина создавал в соцсетях фейковые страницы. Делал объявления о распродаже алкоголя, сигарет, электроники и других товаров. Покупателей просил перечислить предоплату. Как только получал деньги, переставал выходить на связь, а страницу удалял. Таким образом обманул жителей Амурской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской, Читинской областей и Приморского края. Выручил больше 3 миллионов рублей. Предварительно установлена его причастность к 35 эпизодам противоправной деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Понятно, что никто из покупателей свой товар так и не увидел. Мужчину задержали в квартире его гражданской супруги. Отсюда он и выходил в интернет. Полицейские изъяли три ноутбука, семь мобильных телефонов, пять симок и шесть банковских карт. Мужчину, который ограбил челябинские киоски и убил девочку из Каменско-Уральского, осудили. Эта история одного человека год назад потрясла весь Урал. Напомню, осужденный уроженец в Курганской области. По версии следствия, череда преступлений началась в Екатеринбурге. 17 августа прошлого года мужчина был в гостях у женщины. Убил хозяйку квартиры ударами молотка, украл 13 тысяч рублей. Через несколько дней обвиняемый наведался в Челябинск. Сзади подошел к продавцу овощей и фруктов, сорвал с нее фартук, в котором было около 14 тысяч рублей. 8 сентября мужчина проник в торговый павильон на улице Солнечная. Несколько раз ударил продавца разводным ключом. Женщина упала на пол. Тогда посетитель украл товары и 20 тысяч рублей. Точно так же напал и на сотрудницу киоска на улице Молотогвардейцев. Снова стащил товары и деньги – 28 тысяч. Через три дня обвиняемый уже был в Свердловской области, город Каменск-Уральский. Там познакомился с мужчиной и пришел к нему в гости. Решили выпить. После этого хозяин квартиры попросил нового знакомого уйти, но тот ударил мужчину разводным ключом по голове. Украл 19 тысяч рублей и тут заметил 10-летнюю дочку сожительницы хозяина. Совершил преступление против половой свободы и утопил ребенка в ванной. В Свердловском областном суде мужчину признали виновным в серии разбойных нападений, изнасиловании девочки, двух убийствах и двух покушениях на убийство. Приговор – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Свою вину осужденный признал полностью. Подростки ограбили семь супермаркетов. Криминальные поездки парни отправлялись подвое. Ночью разбивали двери магазинов и заходили внутрь. На этом видеомомент только одного из преступлений. Видно, как молодой человек булыжниками разбивает стекло магазина и залезает внутрь. Подростков 15 и 17 лет полицейские задержали в легковушке. Старший сидел за рулем. Понятно, что прав у него не было. В салоне автомобиля обнаружили краденые сигареты и алкоголь. Видимо, на преступление парни пошли из-за того, что по закону продавцы отказывались продавать им эту продукцию. Вскоре полицейские задержали еще одного 17-летнего подельника. Сотрудниками полиции установлена их причастность к совершению семи преступлений на территории Ленинского и Тракторзаводского районов. Общая сумма причиненного ущерба от преступных действий задержанных составила около 230 тысяч рублей. Полицейские возбудили дело по статье «Кража». Подросткам грозит до пяти лет в колонии. Сейчас все трое под подпиской о невыезде. Ребят проверяют на причастность к другим преступлениям. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова